Дорогая Церковь, приветствую вас в это утро. Благодарность Богу, что мы опять можем быть все вместе. И вместе с вами хотелось прочитать отрывок Священного Писания, который записан в Евангелии от Иоанна, в 13 главе, 1-10 стихов. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову и Скариоту предать Его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога ишел и к Богу исходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и взял полотенце, припоясался, и потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги учениками, и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему, «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ, что «Я делаю, теперь ты не знаешь, а разумеешь после». Петр говорит ему, «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему, «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Симон Петр говорит ему, «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». До этого будет еще случай, описанный в Евангелии от Луки, в то время, когда приходили люди друг к другу или приглашали на обед, было что-то, что они делали. И случай тот, когда фарисей Симон позвал Иисуса к себе в гости, и написано, «Иисус возлег, они там кушали». И это был тот случай, когда пришла грешница и омыла ему ноги слезами своими. И когда он осудил в своих мыслях, и Иисус видел, что этот фарисей осудил его, то Иисус дает ответ этому первосвященнику и говорит, это записано в Евангелии от Луки, 7 глава, 2 половина, 44 стиха, «Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал. А она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги». Интересно, вот что-то они делали. Когда приходили, бывало, друг к другу в гости, у них было целование. В ихней культуре это практиковалось. Было то, что поливали елеем маслом волосы. То, что сейчас, можно сказать, мы не делаем, они это делали когда-то раньше. И было то, что когда приходили друг к другу, омывались ноги. У нас часто о вечере Господней создается картина, о которой мы привыкли понимать, и как я ее помню, ту картину, которую я видел, «Вечера Господня», или по-английски «Last Supper». В конце XIV века знаменитый архитектор, скульптор и художник Леонардо да Винчи нарисовал эту картину «Тайная вечеря», где сидят с одной стороны ученики, с другой стороны ученики, Мария Магдалина рядом. Я возрастаю, почему-то думал, что, может быть, это так и было, но было совсем не так. А чтобы было понятно, наши подростки, молодежь особенно, зачем омывались ноги, потому что люди ходили в сандалиях, не было такой обуви, которая у нас сейчас, и ноги пачкались. Были грязные ноги, когда приходили друг к другу, особенно, когда приходили на обед и знали, что надо было кушать вместе, возлежать вместе, омывались ноги. Представьте себе вечеря Господня, когда 12 человек плюс больше в одной небольшой комнате, и они лежат вокруг друг друга, и часто было так, что ноги одного были возле головы другого. И если ноги грязные, не совсем приятно, как это не сохранялась гигиена, и умывались ноги. Это хорошая практика, но об этом ли только говорил Иисус Христос. В 14 стихе, когда Иисус сделает этот акт, Он скажет Своим ученикам, что, 13 глава, «Итак, если Я, Господь, Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что Я сделал вам». Размышляя об этом случае, перечитывая разные Евангелии, я задумался, что не первый раз они имели вечерю вместе. Не первый раз ученики с Учителем кушали Пасху вместе. О чем не пишет Иоанн, пишет Лука. Подготовка Пасхи происходила так, когда Христос сказал Своим ученикам, сказал Петру и Иоанну. Опять просматривается, знаете, коалиция. Если вы будете перечитывать эти случаи, обратите внимание на тот нюанс, что часто мы видим Петра и Иоанна вместе. Иисус говорит Петру и Иоанну, «Вы, когда будете входить в город, вы увидите человека, несущего кувшин с водой, пройдите за ним, и в тот дом, в который войдете, скажете Учителю, надо быть, кушать в твоем доме Пасху». И написано, они сделали так и приготовили Пасху. Что-то входило в это действие. Когда вы зовете кого-то к себе домой, вы что-то делаете. Или когда у нас повторяется тот же самый ивент, мы уже знаем, что что-то будет. Например, мы готовимся к рождественскому служению и ставим постановку. Мы знаем, есть те, кто ответственны за музыку, за звук, за повторение слов, за фонограмму, которая включится. Есть те, кто участвует в этом. И из года в год вырабатывается то, что ты знаешь уже, какой человек ответственный за что. На этой неделе братья поедут в лагерь, где мы будем общаться. Кто-то что-то привезет, кто-то за что-то будет ответственный. Не первый раз они делали Пасху и приготовили. Это не было вот так быстро. Надо было заколоть этого акция. Надо было приготовить этот обед или ужин. Нужно было принести эти травы. Нужно было все приготовить. И они знали, что, собираясь, надо будет омыть ноги. Потому что все придут, соберутся, группа людей, и чтобы это все было чисто и как положено, нужно было это сделать. Но что-то никто не старался делать это первым. В домах были рабы, обычно которые обмывали людям ноги. Когда ты приходишь туда, и если вы состоятельная более-менее семья, были те, которые это делали акт. Если не было тех, кто были рабы, делали те, кто созывали в гости или на ужин, или на обед. Ученики обязаны были омыть ноги своему учителю. И кто-то должен был омыть ноги другим. И не стояла очередь, кто первый это сделает. И мы знаем, что по входу вечери дальше будет написано после того, как Иисус скажет «Один из вас предаст меня», и они начнут размышлять об этом. Лука 22 глава будет записана в 24 стихе, что был спор между учениками, кто из них почитается больше. Когда-то Иисус в Матфея 7 главе будет говорить в Нагорную проповедь, и Он будет скажет такие слова, что «golden rule» – золотое правило. Его часто используют халдеи. Они говорят, что «как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Нагорную проповедь слышало тысячи людей. Там множество людей было. Здесь собралось такое мини-служение, и собрались близкие, и собрались ученики Иисуса Христа, и, как мне кажется, Христос ставит планку выше. Не только поступай так, как хочешь с другими, чтобы с тобой поступали. Он говорит, вы один другого почитайте выше себя. Не в зависимости с теми, кто кому как сделал и что сделал. Один другого почитайте выше себя. И не всегда они делали, они имели спор, кто из них был важнее. Часто бывает в эту позицию становимся мы. Когда мы должны служить друг другу. Я не говорю сейчас омывать ноги друг другу, потому что некоторые в церкви имеют это практику. Но даже слушая это, они говорят, это проходит как-то наигранно, потому что, когда у нас, говорят, служение, омывание ног, все готовятся к этому. И педикюр сделают, и носочки самые чистые оденут, и все приходят с чистыми ножками, и все приготовлено. Не об этом. Христос говорит, ставьте один другого выше себя. И интересно, что Иоанн опишет вот эту вечерю самодолго и самоподробно. Он был один из тех, кто был eye witness, он там был. Иоанн это тот, кто возлежал на груди Иисуса Христа. Петр и Иоанн. Интересный момент был, когда Иисус скажет, что один из вас предаст меня. Петр подает знак Иоанну, Иоанн лежит на груди Иисуса Христа, типа спроси, кто это будет. Они вместе, почему-то часто мы их видим. Когда разбежались все в Гевсиманском саду, Петр и Иоанн идут вместе. Когда воскрес Иисус Христос, как гробницы, бежит Иоанн и Петр вместе. Я не знаю, почему. Они не были родные братья. Почитайте друг друга выше себя. Об этом ли только говорил Иисус Христос? Если мы с вами прочитаем дальше, 10 стих и ниже, то написаны такие слова. Иисус говорит ему, Петру, отвечая на то, что тебе нужно ноги омыть. Омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь. И вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал, не все вы чисты. Был ли на тот момент Иуда искорет грязнее всех? То есть он пришел, грязный весь испачкался, и вот он самый грязный, ему мыться надо. Нет, он не был грязнее всех. О какой грязи говорил Иисус? Есть грязь, которая пачкает нашу внутренность. Это грех. Иисус говорит Петру, омытому нужно ноги омыть. Вы все чисты, но есть среди вас тот, который не чист. Мне хотелось сегодня остановиться на первой части этого стиха. Омытому нужно. Чтобы тебе было нужно, я хотел задать тебе сегодня вопрос, омыт ли ты? Вот чтобы тебе было нужно, нужно сегодня вопрос. Может быть, вы когда-то это услышите, может быть, это кто-то услышит онлайн. Омыт ли ты, чтобы тебе было нужно? Был ли в жизни твой день, когда ты понял, что ты грешник? Был ли в жизни твой день, когда ты понял, что мне нужен спаситель? Мне нужен тот, кто спасет меня от самого меня? Раскаялся ли ты в своих грехах? Имеешь ли ты спасение? Подумайте, пускай будет пауза небольшая. Внутри себя имели я Духа Святого, который свидетельствует мне, что я возрожденное дитя. Имеешь ли ты в жизни свои осуждения после согрешений? Я Божие дитя. Что я делаю? Омыт ли ты сегодня? Дорогие друзья, дорогие дети, не поможет сегодня нам, не спасет нам, если папа мой проповедник, а я не омыт. Не поможет, не спасет сегодня меня, если моя мама в хору поет, а я не омыта или не омыт. Омыт ли ты? Не хватит твоих добрых дел, не хватит тебе постоянных, вечных стараний, что ты станешь лучше. Я заставлю себя читать Библию, я заставлю себя молиться каждый день, я заставлю себя делать хорошие. был ли в жизни твоей день, когда ты понял, что ты банкрот, что тебе нужен спаситель, который спасет тебя. Знаете, очень интересно, когда мы приехали в Америку, мне было 13 лет, и я застал 7 лет школы в России. И когда я помню, мы учились в России, наша оценка, система оценок была от кола до пятерки. Ну, хорошо, что, я не знаю, двоечники, как называли тех, кто колы получали? Таких, наверное, мало, да? Я помню, хорошо, что хорошая оценка была четверочка, и пятерочка уже лучше. И каждый раз, когда я по русскому языку проваливал, потому что тяжело было все эти правила запомнить, я перекрывал это все математикой. Но когда мы приехали сюда, в Америку, система поменялась. И чтобы получить пятерку, нужно было иметь 100%. Здесь не ставят пятерку, четверку, здесь ставят по процентам. Ты берешь тест, ты можешь по нему получить 75%. Ты можешь по тесту получить 85%, 99%. Но чтобы попасть сегодня в вечность, чтобы иметь спасение, и вечность, которая началась здесь, на этой земле, я верю, что мы уже в вечности, это переход у нас будет после смерти. Чтобы попасть в вечности и быть с Иисусом Христом, оценка должна быть 100%. Вот если ты такой хороший ученик, и ты все делаешь, и у тебя 99.9, ты не идешь в рай к Богу, потому что туда попадают только сотой оценкой. Идеальная жизнь должна быть, безгрешная. И единственный, кто прожил безгрешную жизнь, святую, чистую, непрочную, наш Господь Иисус Христос. И святость Его, вера вменяется в святость нам. Благодарно ли мое сердце за то, что Он умер за меня на кресте? Омыт ли ты? Задай себе этот вопрос. Омыт ли я, дорогая церковь, омытому нужно? Те, которые возрожденные, те, которые имеют Духа Святого в себе, Слово Божие говорит, что омытому нужно. Есть один грязный, запачканный, но вы чисты. Пройдет совсем немного времени, меньше суток, после Гефсиманского осада все разбегутся. Разбегутся все, и написано, что и Иоанн, и Петр, они будут там, возле двора Анны, первосвященника, куда привели Христа после Гефсиманского осада. Написано, что Иоанна пустят, потому что его знали. Он откроет, пустит туда Петра. Служанка сразу узнает Петра. Скажет, это ты там был, а ты один из них. Он скажет, нет, возле костра холодно станет, он грелся с другими, там кто-то скажет, ага, ты там тоже был, это точно ты. Скажет, нет, не я. Родственник того, которому Петр ухо отрубил, скажет, это ты был в саду. Я же тебя точно не запомню, что ты моему близкому сделал. Написано, он стал клясться, отрекаться. И то, что не пишет Иоанн, напишет Лука, что взгляд Иисуса и Петра пересеклись. Запел петух, он отрекся, тот, кто говорил, Господи, все пойдут, ты что, я, я никогда не отрекусь. Он отрекся, и написано, он отойдя, Матфея и Лука скажет, горько плакал. Петр, что случилось? Испачкался? Испачкался? Я верю в то, что когда он плакал, он омывал ноги свои. Горько плакал, и омывал ноги свои. И не первый раз, и не последний, Иисус сказал ему, омытому нужно омыть ноги свои. Перед тем, как мы будем молиться, я хотел оставить опять-таки два вопроса. Дорогой друг, если ты не примирился с Господом, и не было в жизни твоей покаяния и возрождения, если ты грешник, то, Муди всегда проповедовал, говорил, не уходи отсюда, пока месяц ты не покаясь. Покайся, оставь свои грехи, отвернись, повернись назад. Многие наделали все. Я не знаю, как прошел ваш месяц, я не знаю, как прошла ваша неделя, может быть, не так, как у Петра. Прошло две недели после крещения, все чистые. Кому нужно омыть ноги? Дорогая церковь, мы часто ходим перед Богом, как будто бы мы не согрешаем. Нам неудобно перед друг другом, нам неудобно молиться перед нашими детьми, которые слышат нас, Господи, прости меня, прости, омой меня. Я опять наделал чего-то, наговорил, не сдержал слова. Может быть, я не могу приподнять ближнего своего, не почитая выше другого. А может быть, я не имею любовь друг к другу. Иоанн пишет, в протяжении этой вечери Христос говорит, Господи, увидите, что мы все едины с тобой, как они едины. Он скажет им, заповедь новую даю вам на вечер, любите друг друга. Постоянно он это говорил, вот последние несколько дней, он говорит, вы мои ученики, поступайте с друг другом, любите друг друга. Может быть, этого не хватает. Может быть, я до сих пор годами хожу, и я не могу обуздать свой язык, как Яков пишет. Кому в чем нужно омыть ноги свои? Мы можем молчать, сколько мы хотим, но я знаю то, что если бы зашел Христос сейчас к нам, снял бы свою верхнюю одежду, припоясался бы, кто бы молчал? Кто бы молчал? Кому не надо было бы омыть ноги? Я верю бы, что лес рук бы здесь стоял. Господи, омой меня. Господи, омой меня, хочу быть чист, свят перед Тобой, хочу иметь эти близкие отношения с Тобой. Дорогой друг, если ты сегодня этого еще не сделал, если ты не омыт, нету ничего в жизни больше важного, что ты можешь сделать, это примириться с Богом. Аминь. Помолимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!